Всем привет! На связи телегенд Денис. И в этом видео я хочу рассказать о том, чем лучше армировать стяжку пола. Когда мы заливаем стяжку, то у заказчика возникает часто такой вопрос, а почему вы армируете стяжку фиброволокном, а к соседям, например, они армировали ее металлической сеткой. Что лучше? Фиброволокном может быть очень хорошей альтернативой металлической сетке, только в том случае, если мы делаем контактную стяжку. Контактная стяжка это стяжка, когда раствор у нас прилипает к основанию. Если мы делаем плавающую стяжку, то есть когда у нас раствор не прилипает к основанию, а лежит всей массой тела на плите, тогда фибра не годится. В таком случае обязательно армировать металлической сеткой. Что такое фиброволокно? Это полипропиленовые волокна длиной от 3 до 20 миллиметров. Такие волокна дают раствору такие положительные свойства, как сопротивление на истираемость, на удар. Фиброволокно не позволяет раствору садиться, то есть меньше усадку раствора. И этот материал экологически безопасен. Естественно, что полной замены для металлической сетки фиброволокно быть не может, особенно если мы делаем плавающую стяжку. Там наличие сетки обязательно, но в данном случае фибра может быть очень хорошим добавлением к раствору. Тем более, что она защищает стяжку от таких микротрещин, которые часто появляются. А сейчас давайте посмотрим, как фиброволокно работает в действии. Сейчас мы делаем стяжку с фиброволокном, добавляем его в раствор и перемешиваем. Итак, раствор у нас готов. Перевешиваем и при близком рассмотрении видно, что волокна размешались по раствору равномерно. Здесь два блока, отлитые из пескобетона бирс, которым мы делаем стяжку. В одном блоке добавлено фиброволокно и пластификатор, в другой блок без добавок. Даже визуально эти блоки отличаются друг от друга. Блок без добавления пластификатора более пористый, а с добавлением пластификатора более плотный. Как я уже говорил ранее, пластификатор работает по такому принципу, что при минимальном добавлении воды раствор остается пластичным, чтобы им можно было удобно работать. Соответственно, такой раствор дает минимальную усадку и уже изначально он более плотный, соответственно, и более прочный. Сейчас мы попробуем эти два блока на прочность и убедимся, насколько у нас фиброволокно обладает армирующим свойством. Сейчас я попробую отколоть часть блока без фиброволокна. То есть здесь видно, что блок у нас крошится. А теперь попробуем блок армировать фиброволокно. То есть здесь сразу видно, что у нас армирование дает свой эффект. То есть часть блока между собой очень хорошо связаны. Итак, на изломе видно, что блок с добавлением пластификатора намного плотнее. То есть здесь практически отсутствуют поры. Ну и фиброволокно, естественно, дало свой эффект, хотя мы этим блокам не дали до конца высохнуть, они еще влажные, они еще не смогли набрать прочность свою. Но здесь видно, например, что нижняя часть блока висит только на фиброволокне, то есть на волокон фибры. На этом все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...